Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов, Михаил Яль. Здраво, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы друг другу любим ездить в гости, то я к нему, то он ко мне. И вот уже в этот раз он попался в мой кадр, в эту камеру, вот в это самое помещение, и я с ним общаюсь. Я надеюсь, Михаил не очень тебя заобщал своими вопросами, но вот хочется тебе задать вопрос. Часто люди начинают сетовать на ту ситуацию, которая есть у нас в стране, которая есть в нашем мире, и начинают предлагать разные способы выхода из этой ситуации. Кто-то говорит, давайте устроим революцию, кто-то говорит, давайте устроим бунт, давайте вернем Советский Союз, давайте еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. И как-то вот все эти вопросы, они натыкаются на один главный вопрос. А как это сделать, чтобы это было бескровно, чтобы это было без уничтожения своей родни, и чтобы это было так, чтобы оно принесло положительные и правильные для нас результаты. вот что ты думаешь по этому поводу? Во-первых, всем еще раз здравия. Да, действительно, мы с тобой живем, как говорится, два локтя по карте рядышком, поэтому в свободное от безделья время я перемещаюсь по просторам части нашей необъятной родины, и эти просторы заставляют меня тоже задумываться о таких вещах, про которые ты говоришь. Ну, давай попробуем рассуждать, как рассуждают, так сказать, обычные люди, и попробуем порассуждать с точки зрения людей, которые уже что-то в жизни добились. С вилл начнем или с топоров? Ну, давай попробуем с вилл. Хотя, судя по качеству и по стране изготовления, сейчас виллы такие, что на них не то, что кого-то поднять, а вот как бы они при подъеме не переломились, собственно, уже сложно найти хорошие виллы. Хлебковатые виллы, скажем так, гнутся. Да, были виллы в наше время, не то, что нынешнее племя. Ну, в общем, как-то так. Ну, а теперь, если серьезно, получается какая штука? Сейчас нам многое, сейчас многое делается за нас. Причем делается так, что нашего мнения не спрашивают, а нам просто предлагают выбрать из того, что есть. Это касается как вилл, топоров, так всего остального. Это касается методов, которые кажется, что этим методами можно очень легко прийти к светлому будущему, вернуть счастье, потерянное когда-то. Но если мы идем в историю, то почему-то оказывается, что те, которые шли в первых рядах с виллами, потом сами же на этих виллах и оказывались. То есть, есть такая фраза «революция пожирает своих героев». Так что, как-то печально, вот если идти этим путем. Но факт. Печально, но факт. Печально, но факт. То есть, проанализируйте и увидьте, что таким образом нас становится все меньше и меньше, а жизнь после этого как-то лучше не становится. Так что, давай идти другие схемы рассматривать. Виллы и революцию убрали, потому что эволюции устраивают известные юди. Поэтому мы эволюцию встаемку. Это не наш метод. Теперь вернемся дальше. Как я уже начал говорить, что сейчас сделали так, чтобы люди как меньше сами себя проявляли как творческие личности. Что-то делали своими руками, совместно или даже по одному. А тебе предлагается все готовое. Причем тебе предлагается, прежде чем воспользоваться всем готовым, тебе надо предварительно за это все готовое заплатить. И совсем не факт, что качество того, что тебе приготовили, тебе после этого понравится. Но, как говорил, по-моему, кто там из героев Волстап и Бенбера, утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Но не наоборот. Но деньги вперед. Да. То есть, поэтому еще раз. Вот мы видим то, что видим. Предлагается большое количество как бы разных вариантов, но никто не спрашивает вас, а вам это надо? Вы бы хотели что-то другое? Вас все устраивает в том, что вам предлагают. Но вам предлагают первоначально заплатить, но потом, если не понравился, как говорится, твои проблемы. То есть, по телевидению мы видим постоянно. Вот перед Новым годом выйдет очередная серия каких-то там про зеленые, вечно зеленые растения. Что-то такое уже там, не знаю, какая, пятая или десятая серия. Вот выйдет такой-то фильм на основе того-то, что уже давным-давно все известно. Вот выйдет то, все, пято, десятое. Вы только идите в кинотеатр. Вы только это дело там оплачиваете. Только покупайте. А вот для того, чтобы это было интересно смотреть, например, там дома и так далее, как перед вами голосистые и голозадые прыгают по телевизору, вам необходимо купить в магазине салата побольше, водки побольше, ликер, ну и всякой дряни, которая вас отхмыряет, одуряет. Телевизор побольше. Да, телевизор побольше, чтобы уж эти голосистые и так далее, они уже были так вот прям в глазах и без бинокля. Что нам в КВН-то играть? Помнишь, да, это КВН первый телевизор, который смотрели в линзу, рассматривали? Вот такого сейчас не надо. Сейчас во всю стену, экран все замечательно хорошо. Только не думай о жизни. Только вот сиди, смотри туда, употребляй то, что тебе приготовлено. Вопрос. Вам это в жизни помогает? Вот я еще не видел ни одного счастливого человека, который смотрел бы Дом-2, и у него бы стало хорошо. Нет, конечно же, есть те, которые очень хорошо показывали свои какие-то там части тела, и они стали известны. Но вопрос, они стали известны как? Как люди и человеки, или как какие-то существа, которые просто демонстрируют свое тело. Ну вот у них там пройдет время, и за них все забудут. То есть не будет им памятник поставлен, жизнь от этого не улучшится. То есть это тоже все под вопросом. Получается, что те, кто смотрит Дом-2 и прочую такую гнуссию, на мой взгляд, и глупость, они убивают свое время, и как батарейки тратят свою жизнь, свою силу, свою энергию, говоря современным языком, на какие-то другие дела. То есть кто-то их, скажем так, пасет, кто-то их сосет, кто-то ими питается. Вопрос. Вот такой образ жизни нас устраивает? Да, еще в какой момент, получается, помимо того, что ты это смотришь, тебе попутно вкидывают информацию, которая потихоньку в тебя проникает и становится тем, так сказать, управителем. Тебя, причем ты сам считаешь, что это ты сам об этом подумал, это придумал, и это тебе действительно надо. То есть помимо того, что напрямую идет забор твоего времени, то есть расходование времени в твоей жизни на отвлечении, на то, что тебе не нужно, помимо этого, тебя заставляет покупать или делать что-то, то, что тебе так же не приносит пользы. И ты никак не можешь повлиять. Ну, как вариант, ты можешь выключить телевизор или плювать в него, но от этого, я думаю, те, которые по другую сторону экрана находятся, они плевали на твой плевок. Вот хороший вариант, да, но хороший для них. Надо как-то по-другому, значит, нам действовать. То есть мы что видим? Когда мы сбрасываем себе ответственность и считаем, что кто-то за нас сделает нам лучше, то почему-то в большинстве своем, то, что в нашей жизни происходит, мы видим, что получается лучше для кого-то другого, а не для нас. Поэтому, чтобы получить то, что надо тебе, ты должен быть заказчиком того, что надо тебе. Именно так. У нас большинство людей сегодня превратились или в виртуальных алкоголиков, если они перестали пить, либо в виртуальных наркоманов, если они, например, даже никогда не кололись и не глотали всякую дрянь типа наркотиков. То есть что такое наркоман или алкоголик? Это тот, который уходит от действительности и ему его подсознание, вот эта глупость, примитивность и насажденные образы говорят, ну ты выпей, ты уколись, забудешься, все будет хорошо. И никто не думает про то, что придется протрезветь и увидеть себя в луже блевотиной, в луже какой-то там дряни и почувствовать себя очень плохо. Что проблема-то не решается от того, что вы пьете или курите, или там колетесь. Ничего не решается. Но вам говорят, вот так надо, если грустно, выпей, если грустно, ширнись, если грустно, там пойди, разбей себе голову с какой-нибудь там тарзанки, прыгни. Ну не знаю, что-нибудь придумай там, в кабаке каком-то посиди, в вечернем клубе покрути чем-нибудь. Ну все будет хорошо. На самом деле ничего не решается. Вот у меня вопрос. Если вы не считаете себя наркоманами, если вы не считаете себя виртуальными алкоголиками, почему тогда вы постоянно, может быть кто-то конечно скажет, нет, я не такой. Ну почему многие, тогда я так перефразирую, многие постоянно жалуются, что у нас ничего нет, нам ничего не дают, мы ничего не можем, от нас ничего не зависит. Вопрос, а что тогда вы паритесь-то? Чего тогда перестали выпивать? Ну пойдите напейтесь. То же самое все будет, и там ничего не зависит, и здесь ничего не зависит. Только там по пьяни, они сидят и рассуждают о каком-то светлом будущем, и при этом ничего не делают. А тут по трезвости вы себя вводите в ступор, и в самые нижние миры погружаете. В чем разница? Я хочу спросить, вы что-то сделали в жизни, себя обеспечили, может быть, не работая на какого-то чужого дядю, а именно себя обеспечить, чтобы от вас зависело, а не от дяди, ваше пропитание, ваше будущее, ваши дети. Ну вот просто вопрос, может быть вы продукцию какую-то производите, которая ни от кого не зависит, вот только от вас, и от вашего, может быть, ближнего окружения, с кем вы ее производите. И большинство ответит, нет, мы такого не производим, мы продуктов питания не производим, мы продукцию не производим, но мы постоянно говорим, что нас травят, мы постоянно говорим, что нас там завоевывают китайцы, кто-то там еще. Вопрос, и что вы дальше так будете постоянно стянать и страдать, но при этом будете считать себя здравомысленным человеком? Я не вижу здесь здравомысля никакого. Теперь опять возвращаемся. Получается, люди, надеюсь, сейчас до вас доходят, что вам нужно самим проявлять что-то, какие-то действия для того, чтобы получить то, что вам нужно. От вас должен быть запрос, то, что вам надо. Соответственно, вам нужно обращаться к тем, кто способен этот ваш запрос реализовать, воплотить в жизнь. Теперь давайте подумаем на то, что происходит вокруг. Попробуйте заказать на официальном, каком-то вот государственном канале, чтобы там шли передачи, которые помогут улучшить ваше здоровье, улучшить ваш достаток, улучшить ситуацию в стране целиком. Да, часто говорятся красивые слова, но чтобы напрямую ваше мнение учитывалось и было, значило такое, что в нужное вам время вышло то, что интересно вам. Такое не увидишь. Или чтобы, когда вы идете в кинотеатр, в этом фильме рассказывалось не о том, как, взяв очередной кредит, куда-то слетать на море, а потом выплачить его еще несколько жизней, а все-таки то, что принесет пользу вам, семье, обществу и державе. Тоже в последнее время как-то фильмы про то, что бедные эти зеленые растения на Новый год вырубаются в массовом количестве, и такое ощущение, что люди не понимают, что творят. Они сами гробят природу, в которой живут. Так вот, получается, что нам, всем нам, необходимы ресурсы распространения информации, которые будут прислушиваться к нашему мнению. Не будут нам навязывать то, что им нужно, то, что проплатили их рекламодатели, а будут именно заинтересованы в развитии каждого из нас, в реализации каждого из нас максимальным образом. Вот как ты считаешь, есть ли где-то такие ресурсы на просторах Земли, или их вообще не осталось? Я думаю, что этот вопрос надо не мне адресовать, а задавать этот вопрос тем, кто нас слушает и смотрит. Друзья, а вы знаете, такой ресурс, который бы честно рассказывал о том, что происходит, который бы давал другим людям высказать свою точку зрения, причем людям совершенно кардинально разных мнений, но которые честно хотят улучшить мир. Такой ресурс, который бы честно выдавал эту информацию, не затыкал кому-то рот, не делал какие-то купюры, чтобы это все было без каких-то наездов на кого-то, чтобы все шло только на здравомыслие, вернее, настроено было на здравомыслие и, так сказать, на позитив, на здравое представление об этом мире и так далее и тому подобное. Если такой ресурс есть, то, на мой взгляд, необходимо начать такой ресурс поддерживать. Почему я так говорю? Вот Михаилович сказал, вы идете в кинотеатр, вас зарядили на то, что, ой, интересный фильм, показали каких-то там две-три ярких сцены и потом вы сидите, смотрите этот фильм и даже если там полная ерунда, вы уже за это заплатили деньги. То есть за вас все сделали, вам уже эту блеотину подсунули и вы ее чавкаете, потому что уже оплачено, а если оплачено, то многие не готовы даже выплюнуть плохую еду, многие так все равно продолжают есть. И примеров тому огромное количество. Извините, что грубые слова говорю. Ну, что есть, то есть, из песни слов не выкинешь. А если бы представьте, что вы изначально понимали, что вот тут находится команда единомышленников, которые мечтают, хотят и делают мир лучше, у которых только позитивные мысли, у которых только хорошие стремления, которые только хотят добра. И причем не просто хотят добра, как бы так вот изобретая велосипед, о чем опять же говорилось, а которые основываются на каких-то понятиях, проверенных жизнью, которые понимают, что творится сейчас здесь и понимают, что необходимо делать дальше. Вот я предлагаю отнестись к своему мировоззрению вот как раз с этой точки зрения. Уж извините, опять же, за давтологию. Если вы видите такое средство массовой информации, его необходимо поддерживать. То есть, необходимо делать ему заказ, необходимо создавать условия для того, чтобы оно расширялось. Необходимо поддерживать его и интеллектуально сообщая кому-то о том, что вот вышла такая-то программа, такая-то передача, такие-то новости, такой-то эфир, да что угодно. И поддерживая, может быть, его финансово. Многие скажут, ну что там финансово, я могу там 100 рублей, ну 500 рублей в месяц, ну 1000 рублей в месяц, ну от этого разве я спасу отца русской демократии вот такое светлое какое-нибудь там радио или телевидение. Ну что ты скажешь по этому поводу? Есть пословица «С миру по нитке голом рубаха». Теперь вот простое математическое действие. То есть, если несколько, десятков тысяч человек скинется даже по 100 рублей, это на самом деле, я считаю, не такая большая сумма, чтобы не помочь тому проекту, который вам по сердцу, то несколько десятков тысяч людей даст уже серьезную, серьезную сумму, благодаря которой можно поддержать тех, кто снимает эти передачи, кто монтирует эти передачи, то выезжает на какие-то мероприятия, освещает, кто помогает закупать новое оборудование, потому что все мы люди, все мы живем в мире, где надо кушать, надо что-то одевать, надо что-то жить. Но если средство массовой информации направлено на то, чтобы делать жизнь каждого лучше и дает конкретные рекомендации, конкретные примеры, которые можно применять в жизни, то польза от такой взаимной поддержки будет значительно больше как для такого ресурса, который поддерживается, так и для тех людей, которые его поддерживают. Но другими словами, про средства массовой информации иные я ничего не скажу, потому что я ими не занимаюсь, а вот скажу только про то, что такое Народное Славянское радио. На Народном Славянском радио пока еще нет ни одной должности, которая бы оплачивалась. И что из этого следует? Из этого следует такое не очень приятное явление. Человек идет с утра на работу, до 6 часов, к примеру, или до 8, он чем-то занят, потом возвращается, делает какие-то домашние дела и в уставшем состоянии начинает монтировать программу или создавать, или записывать, или что-то еще с ней делать, размещать описание, писать тексты и так далее. И естественно, что когда он тратит малую часть своей жизни, ну, причем творческой жизни, на это направление, то, естественно, и отдача очень маленькая. А теперь представьте, что благодаря Народным Деньгам мы могли бы содержать таких людей, которые способны что-то делать, которые умеют что-то делать и будут это делать профессионально и в большем количестве. Вы можете представить, насколько улучшится качество программ, насколько улучшится количество, увеличится количество этих программ, насколько мы сможем, например, распространить за счет качества и количества сферу влияния на других людей. Просто так вот подумайте. Мы можем также, если у нас будет достаточное количество денег, уже призвать профессионалов, которые будут очень качественно что-то делать, помимо тех любителей, которые и так уже отдают свои силы. Казалось бы, не такая серьезная проблема, не такие уж большие деньги, но решается эта проблема, которая для каждого маленькая, решается очень большая проблема, исходя из того, что каждый принял участие в этом деле. Вот еще раз, 100 рублей, для одного это небольшая сумма. Скажем так, для 100 человек умножайте 100 на 100, это уже что-то, но еще немного. Тысяча по 100, это 100 тысяч. А если, к примеру, добавляют 5 тысяч людей, вот получается уже сумма, которая обеспечит необходимый достаток ежемесячно тем людям, которые способны в радио и телевидении участвовать. Если же мы доходим до бюджета более серьезно, то тогда у нас получается уже и телевидение. Мы сможем тогда арендовать какую-то студию, а может быть и построить студию, приобрести необходимое оборудование студийное и содержать, например, тех профессионалов, которые смогут вести нужные нам передачи, создавать в видеоформате, встречаться с нужными людьми, ездить куда-то. А когда будет еще больше достаток, то вполне возможно, у нас будут уже студии по разным местам всей Руси, и в этом случае тогда те, кто готов выступать, но не может приехать, они смогут там прийти и выступить. Музыканты смогут записывать свои, на безоплатной основе или на очень дешевой основе, свои ролики, новые песни. И тем самым мы будем улучшать нашу культуру, тем самым нам всем станет лучше, тем самым мы сможем проводить какие-то выездные встречи, мероприятия, записи, программы и прочее, 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 о чем так часто говорят, ну где, 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 да вот где. Это где находится в том самом бюджете, которого не существует. Вот нет этого бюджета, значит, не существует этих программ. И когда говорят, мне тоже нравится, пишут, вот Алексей, вы известна такая компания, но у вас есть там, например, брак по шуму в звуке или брак в видео, вот там недостаточное качество видео, пора бы уже так, почему? Мне это радует, с одной стороны, потому что на нас смотрят, как будто мы какая-то федеральная компания с большим бюджетом, там, например, 10 миллионов или там 20 миллионов в месяц, и у нас прекрасное оборудование, у нас там электронные пульты управления, но они не понимают, что это все делается вот на бытовые камеры, на какие-то простенькие микрофоны, очень дешевые, своими силами, своими руками, на совершенно безоплатной основе. Вот, с одной стороны, еще раз говорю, мне это радует, что к нам относятся очень серьезно, а с другой стороны, огорчает, что люди элементарного не понимают. Но это, что касаемо частного случая. А теперь, давай немножечко поговорим про тех, кто себя считает бизнесмены, предприниматели. Вот им какая польза от того, что, к примеру, такое средство массовой информации будет расширяться? Как раз вовремя ты к этому перешел. Получается, смотрите, значит, если мы сейчас рассказывали для тех людей, которые, обыватели, так сказать, обычные люди, что у вас появляется возможность напрямую получать то, что вам нужно, иметь обратную связь и опыт, то есть, собирать опыт, который можно примерять в жизни. Причем, я говорю, вы сами будете внутренне, по своим ощущениям, считать, какую сумму вы за это готовы отдать, поддерживать радио или какой-то другой ресурс, чтобы эта взаимопомощь друг другу помогала. Теперь касательно предпринимателей. Вот часто вижу такие моменты. До определенного момента живет себе человек, вроде у него есть бизнес, уже много денег, и тут он в какой-то момент, у него прозрение внутреннее, он смотрит вокруг и начинает горевать. А кругом-то, вот смотрите, какая жизнь, как много сирот, как много бедноты, как много вот всего такого плохого, нам надо бы это дело каким-то образом поддержать. И вот он начинает покупать игрушки в детские дома, отсылает, давать деньги на строительство храмов, подавать нищенкам в переходах. И почему-то после его действий, количество сирот, нищенок, и ситуация вокруг, она как-то не улучшается. И почему-то через какое-то время у него ситуация бывает даже ухудшается, потому что рядом появился какой-то предприниматель, который занимается примерно тем же, чем и он. И он вынужден, приходится, можно так сказать, ему увольнять часть своих рабочих. А у них есть дети, и часть этих детей, часть из этих детей, они тем или иным образом после этого пострадают. Они тоже вынуждены где-то в чем-то голодать, в чем-то себя ограничивать. То есть, вроде бы, человек самодостаточный, вроде бы, у него уже такие искренние, светлые помыслы, побуждение действия, но почему-то его действия не приводят к улучшению ситуации вокруг, а часто приводят к ухудшению ситуации вокруг. И вот давай с тобой разберем такое понятие, как нам навязали, как конкуренция, и к чему она может привести. Да, приводит на к тому, о чем ты сказал, то есть, когда есть конкуренция, то включаются волчьи законы, человек человеку волк. И в этом случае тогда каждый пытается с другим конкурировать за выживание, за свою нишу. Если мы таким образом будем продолжать что-то, то кто-то останется на плаву, а кто-то упадет вниз, и тогда нищих станет больше, и тогда бездольных станет больше. Наша задача выходить из этой ситуации, наша задача людям дать что-то новое, иной подход, другой подход, а вернее сказать, наш родной подход, который нам давным-давно известен. Вот, к примеру, когда мы пытаемся стирать гной с раны, но при этом рану не лечим, то в этом случае гной так и будет образовываться, и так все будет продолжаться дальше. Стоит нам только обратить внимание на причину, откуда берется гной, вытащить занозу, почистить там внутри, то как-то гной сам собой проходит, и жизнь налаживается, рана куда-то пропадает. Если мы пытаемся заботиться только о детях, которые уже стали сиротами, это, конечно, здорово, это необходимо делать, потому что бросать детей нельзя, но это только полумера. Мы совершаем такой полумерый, в общем-то, не совсем хороший поступок. Почему? Потому что вот этому вы помогли ребенку, а вот этому почему не помогаете? А чем он хуже вот этого ребенка? А чем вот эти 10 детей, которым помогаете, хуже вот тех 10-х? Ну, хорошо, 100 вы помогаете, но больше вы не можете, но эти 100, они чем-то лучше, чем вот те 100, которым вы помогаете. И в дальнейшем вы будете видеть, что нищих и брошенных детей, и больных детей становится все больше, и больше, и больше, потому что цивилизация так заточена, чтобы через конкуренцию кого-то выживать, ослаблять какие-то предприятия, бороться, устраивать, вернее, возню внутри вот этой бочки, где сидят скорпионы, а сверху смотрят и кричат, о, зелененький скорпион, красный скорпион побеждает, классно, дайте поддержим красного скорпиона. А кто говорит, а теперь давайте синего скорпиона туда запустим, о, синий крутой, и вот они сидят сверху туда там, деньги бросают и наслаждаются, как вы друг друга мочите, как вы друг другом сражаетесь, и, в общем-то, постоянно, но вы устанете от этой конкурентной борьбы, вы устанете защищаться, в конечном итоге вы скажете, да все мне надоело, и в таком состоянии вы можете перейти в саморазрушение, семья ваша может распасаться, что уже неоднократно было, это не моделирование ситуации, это рассказ о том, как это все происходит, не подумаешь, что кого-то на что-то настраивают. И люди не находят себе потом места, они оказываются на помойке и там за бомжами сидят и говорят, я когда-то был миллиардером, я когда-то там заходил туда, вот эти кабинеты, открывал дверь ногой, а сейчас вот меня оттуда выкинули, потому что я устал этим заниматься, и теперь дайте-ка мне самому помощь. А ты теперь никому не нужен. Вот наша задача осмыслить это и понять, что мы должны жить иначе, мы должны жить по-другому, по-нашему мы должны жить. Не конкурировать друг с другом, а совместно решать все вопросы, которые перед нами возникают. Не конкурировать друг с другом, производя товар, который подешевле и который через какое-то время разрушится, а производя вещи на века, чтобы вы были в почете, чтобы ваши дети росли в достатке, чтобы у ваших детей не было врагов здесь, чтобы все дети были при семье, чтобы семьи были добрыми, качественными, чтобы родители любили друг друга, чтобы был лад на земле. А как это сделать? Необходимо из этой парадигмы, навязанной нами, переходить в лад, в наш родовой устой. И вот чтобы это сделать, первое, что мы сейчас не начали говорить, мы все равно придем к тому, что необходимо свое средство массовой информации. О чем мы говорили? Вот есть такое неудобие. Когда встречаются два еврея, всех разговоры переводятся к деньгам. Когда встречаются двое русских, всех разговоры переходят к евреям. А наш подход наверное другой. Нам, мне вот лично, все равно, что там делают те или иные, третие. Наша задача понять, что делаю я. Вот что я сделал? Смог ли я донести какую-то информацию? Смог ли я построить надежный дом? Смог ли я помочь товарищу, другу, брату, соратнику в чем-то разобраться? Смог ли я с кем-то объединиться? Смог ли я переступить через свои хочушки и где-то чем-то пожертвовать ради того, что потом, в дальнейшем у нас было все? Вот если я так поступаю, то у нас тогда все становится на свои места. Мы тогда переходим в разряд здравомыслящих людей. А пока мы друг с другом конкурируем, пока мы пытаемся доказать свою значимость. Но в конечном итоге почему-то потом оказываемся в самых низах и в общем-то проблема и с нами, и с семьями, и с обществом целиком. То есть бизнесмены, предприниматели, обратите внимание, на что вы часто жалуетесь? Большие налоги, причем они, эти налоги от вас не зависят, вам их назначают. А раз назначают, значит там не умеют распоряжаться этими налогами, потому что налоги все время растут и растут. Вас окружает что-то плохое? Да, вас окружает. Это от вас зависит? Нет, потому что вы заплатили налоги, спрятали свою норку, уехали на Канары, деньги прожужжали, и все, мир не исправился. То есть как алкоголик убежали от какой-то проблемы или как наркоман шернулись и под кустиком отлежались. Дальше. Вы постоянно конкурируете с кем-то? Да. У вас постоянно голодовые рты, которые говорят, эй, предприниматель, мы на тебя работаем, давай зарплату, да еще побольше, потому что инфляция, а инфляция от вас не зависит, ее назначают. И кто-то приходит, говорит, а теперь я этим местом управляю, теперь я тут крутой, а ты пошел вон. И от вас тоже это может не зависеть. И вот это все, тут еще можно много чего переселять, ко мне постоянно стекается от разных людей. И что нам делать, Алексей? Да что делать, объединяться, начинать жить по совести? Для того, чтобы это все происходило, необходимо доносить правильные знания тем, кто вас окружает. Через что вы эти знания будете доносить? Что вы в своем лимузине будете ехать и в форточку кричать давайте объединяться, давайте жить дружно? Да вас никто не услышит, потому что ваш лимузин не для этого предназначен. Это не броневик, на который можно забраться и там крикнуть, что я беру власть в свои руки. Необходимо такое средство массовой информации, которые бы слушали люди, это первое, доверяли бы это средство массовой информации и где бы еще самая главная информация была правильная, которая позволяла бы создать тот самый мир, о котором мы говорим честный, справедливый и качественный. Так, ну теперь давайте все объединим, о чем мы сейчас с тобой говорили. Получается, людям, обычным, обывателям нашим, которые вот нас окружают, им важно, чтобы они получали то, что им нужно с тем качеством, которое нужно и в то время, когда нужно. Производителям, купцам, как говорили раньше, им нужно те свои возможности творчества реализовать максимально, максимально это называется научным языком утолить спрос. Людям нужно то, производителям нужно твой товар дать людям. Но сейчас в этой системе большое количество паразитов происходит между тем, кто что-то реально произвел и тем, кому это надо. И они все хотят кушать. Хочешь, чтобы о твоем товаре узнали, приди на какой-то там канал, заплати большие деньги за рекламу, а потом все эти деньги переложи на цену этого товара. И он стоил, допустим, 10 рублей, а после этого он становится 20 рублей. И то бы его купило 10 человек, а теперь может купит 5, а может и нет. И так по всей вот этой цепочке получается сидят куча паразитов, которые сами ничего не делают, но которые пытаются на чужом труде нагреть лапу. Так вот, что будет, если напрямую запросы от людей в том, что им надо, будут донесены до тех, кто способны эти запросы выполнить, исполнить и напрямую их связать. Ведь это же по сути может происходить на таком ресурсе, как на подобии Народного Славянского Радио. То есть, к нам стекаются запросы людей, что у них нету одежды, еды, жилья, какое оно, из чего это должно быть. то есть, человек становится творцом окружающего своего пространства, творцом своей жизни. И дальше в ответ он находит такого же честного и порядочного купца, который готов ему это все предоставить. Происходит связь напрямую, и вместо того, чтобы друг другом конкурировать, ты понимаешь, что в этом регионе есть огурцы, помидоры, которые вкусные и полезные, а я им могу за это помочь построить дом. В третьем регионе шьют хорошую прекрасную одежду, и то же самое происходит взаимообмен с минимальными вот этими вот издержками на рекламу, на кормление посторонних структур. Вот сами задумайтесь, какая вам жизнь кажется лучше, когда вы каждый день боитесь, что кто-то появится новый, который вас задавит, съест, или же когда вы видите, что кругом она становится лучше, и вы непосредственно сами в этом улучшении принимаете участие. У меня происходит недовстреча с людьми, которые занимаются каким-то, как сейчас говорят, бизнесом, ну по-русски делом, и спрашивают, Алексей, что тебе нужно для того, чтобы народное славянское радио перешло уже на профессиональный формат, чтобы людям платить зарплаты, чтобы там свою студию иметь, аппаратуру и так далее, и тому подобное. Я говорю, если радиоформат, то где-то в районе 5 миллионов в месяц. 5 миллионов? Ну я не потяну 5 миллионов. Да, я богат, но 5 миллионов в месяц платить я не готов. Я говорю, ну хорошо, ты сейчас рассуждаешь с точки зрения индивидуального предпринимателя, частника, для которого 5 миллионов это много. А теперь представь, что на Руси-матушке в Российской Федерации, хотя бы в Российской Федерации, таких как ты не один десяток. Вот если эти 5 миллионов разложить, например, на десятерых, это уже получается сумма меньше. А если на 100? Друзья, у нас что, в России нету 100 предпринимателей, которые уже поняли, что жить так нельзя? Поняли, что первично в любом деле это идеология и информация, донесение этой идеологии, причем идеология должна быть правильная, не разрушающая. Я думаю, что у нас и 100, может быть и 1000 предпринимателей есть, которые это все давным-давно поняли, но которые не дали себе ответа, как это сделать. На сегодняшний момент появилась такая возможность. Нужно просто, совместно поддержать тот проект, и не просто поддержать, а поддерживать тот проект, который даст вам возможность уйти в дальнейшем от взаимоуничтожения, от конкуренции, понизить налоги, которые сейчас многих душат, договариваться со своими друзьями, предпринимателями, быть взаимополезными друг другу, и сделать мир лучше, чтобы вашим детям не страшно было выходить на улицу, чтобы они окружены были не наркоманами, бандитами, а чтобы были окружены нормальными людьми, которые не мстят им, потому что папаша у них вот такой, а которые рады с ними взаимодействовать, потому что у них отец и мать вот такие достойные люди, которые изменяют мир к лучшему, которые помогли им, их родителям, получить рабочие места, и причем не выживают из них последний сок, как это сейчас цивилизации принято, а делают так, чтобы люди трудились, получали радость своей труда, понимали, что они делают, и в дальнейшем, чтобы мир улучшался. Вот просто себе представьте, хотите ли вы в этом жить, тогда необходимо поддерживать тех, кто создает это, кто создает условия для этого. Десять человек не решают всех проблем, сто человек тоже могут не решить, но когда объединяются вместе единомышленники, здравомыслящие, которые имеют какие-то знания, имеют какие-то возможности, имеют какие-то деньги, и вкладывают все это вместе в проекты, которые важны для строительства державы, то все решается. Вы просто задумайтесь о том, куда вы тратите свои деньги. Вы пытаетесь исправить проблемку с точки зрения вытирания гноя, или вы хотите проблему исправить до такой степени, чтобы этот гной вообще не появлялся. Но ведь нам же будет выгодно всем и хорошо всем, если детских домов не будет, если брошенных детей не будет, значит, домайте не надо строить, значит, не надо поддерживать их, не надо будет заботиться о какой-то Машеньке, там, Нюрочке, которую кто-то бросил. Если у нас будет правильное здравоохранение, которое будет заботиться о том, чтобы не было болезней, но разве надо будет заботиться о тех детях, которые теперь болеют и которым постоянно нужно деньги на операции или на что-то еще. Если мы будем делать общество, в котором будет трезвый образ жизни, разве у нас будут рожаться олигофрены или какие-то дебилы? Да нет, конечно. Если мы будем строить свои предприятия, которые будут производить экологически чистый товар, надежный товар, а не засорять китайским товаром помойки, которые нам сейчас уже дышать просто не дают, ну, разве тогда кому-то будет плохо, да будет всем хорошо. И вот если первично у нас информация и идеология, то тогда уже мы можем подтягивать людей, можем уже эту идеологию людям давать, а вместе с идеологией давать еще и планы, давать еще и проекты и помогать эти проекты создавать. Но все начинается с простого, с идеологии и цели. вот необходимо на первом этапе поддерживать тех, кто знает, как это делать, которые готов это делать и которые умеют это делать. Поэтому обратите внимание на то, куда вы тратите деньги, обратите внимание на то, как вы живете и задав себе простые вопросы, что вам важно, что вам нужно. Направляйте свои мысли, свою энергию, свои силы именно туда, куда вам нужно и где вам необходимо что-то менять. Ну, насим разреши раскланяться, Алексей. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что этот вопрос поднимаешь, что следишь за тем, что у нас происходит на канале, следишь за тем, что нам пишут в комментариях. Друзья, вместе мы сила, но сила бывает неуправляемая, бестолковая и тогда находится хозяин, который гонит ее куда-то, на бойню, на очередную революцию или в какое-то другое ненужное нам место. А есть сила управляемая, когда мы сами решаем, что нам нужно и мы это нужно достигаем. Вот желаю всем здравомыслия, добра. Увидимся и услышимся. Быть добры. И лети ты на крылатом коне Русь далекие тысячелетия Русь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова